Смотрите, вот это вход в трущобы Доби Гад Огромную прачечную трущобы А вот здесь, прямо рядом, строят небоскребы Вот такие высотки шикарнейшие И квартиры там будут стоить от 50 миллионов рупий Ребят, от 500 тысяч долларов квартиры Вот прямо вот здесь квартира за полмиллиона баксов И вот здесь, прямо рядом, трущобы Доби Гад И это вот, не знаю, в 50 метрах друг от друга Кто так стреляет? Вали на повал Чтобы башню снести, чтобы чувака снесло Ладно, ладно Ты как сам, брат? Это Лил Вайт из Мумбаи Лови презентацию МС, дороги Сегодня внутренности самого контрастного города мира Просто уже не раз видеть, это жесть какая-то Где миллиардеры строят себе дворцы в 40 этажей Под охраной броневиков и спецназа Съемка тут запрещена В Мумбаи располагается самый дорогой частный дом на планете А рядом люди живут на пару долларов в месяц в жестяных коробках Вот посмотрите, квартира в самых глубинах Дорави Давайте посмотрим, что там на втором этаже Нельзя, а что там? Вот, вот Здесь жители трус-шоп стали почти отдельной нацией Лично я скажу тебе, очень горжусь тем, что я из Дорави Я Доравиц Трус-шоп это как смысл жизни И отказываются из них уезжать, даже когда могут Как выглядит индийский рай? Каждый едет в голос за своим, кто-то за йогой, кто-то за дорогой У каждого свои приоритеты И как на самом деле устроена жизнь в каменных джунглях крупнейшего города Индии? Ребята, мы едем по трущобам Дорави Самым крупным трущобам в Азии И сегодняшняя история о максимально контрастном городе на планете О Мумбае Погнали! В Индии есть один жест, повторить который может только житель Индии Я попробую, но вряд ли Нет Ну в общем, это качание головой Которое может значить практически все, что угодно В общем, этот жест Это и да, и нет, и я вас услышал И делайте то, что вы хотите И вообще все, что угодно В общем Это значит никогда Индийский five minutes Это значит, может сегодня, может завтра, может никогда Вот допустим, ты что-то приходишь купить Но у них этого нет Они тебе говорят same Это значит, они тебе впаривают какую-то хрень Или вот у них есть выражение same same but different Same same but different, это отлично То же самое, но другое Ну, но то же самое Это значит, что я продам тебе какую-то хрень, которую тебе вообще не надо Это Доуп Дэдди из Доподеликс из Мумбаи Вы в моем районе, Дарави Второй крупнейший район трущоб в Азии И это не то, что вы себе представляете Тут все совсем по-другому Погнали! Доуп Дэдди восходящая звезда мумбайского галли-рэпа Что это такое, еще расскажу Мы идем по самым плотно населенным трущобам планеты Мумбайское Дарави Вот тут мы зависали с моими парнями У меня было человек 200 за моей спиной в моей бригаде Мы зависали тут, мы зависали там Когда строилось это здание, мы зависали на этой стройке Дарави расположены в центре Мумбаи И хотя по площади эти трущобы скромные Всего два с небольшим квадратных километра Здесь живет более миллиона человек Что делает их самым густонаселенным местом на планете Для сравнения, плотность в крупнейших трущобах Бразилии, Россинья Втрое ниже А в самом густонаселенном городе Китая, Шэньчжэне Ниже почти в 50 раз Я тут родился и вырос В те времена ситуация была совсем другой В те дни здесь даже просто выжить было тяжело А в городе, на улице тебя могли спросить Откуда ты? И когда узнавали, что я из Дарави На меня смотрели сверху вниз Втыкаешь? Все думали, что люди в Дарави очень плохие Они дерутся, они играют в азартные игры Они гангстеры Мы не говорим, что мы из Дарави Люди говорят, что они из других районов, разных То есть они скрывают, откуда они? Да, именно Лично я скажу, тебе очень горжусь тем, что я из Дарави Я даравиец, потому что отсюда моя музыка Отсюда хип-хоп И я думаю, каждый даравиец должен гордиться тем, откуда он родом и к чему он стремится Вот так Ну а на самом деле как? Если ты говоришь, что ты из Дарави В реале это значит, что ты не получишь работу Тебе не дадут кредит в банке Дарави в черном списке в разных местах Например, пиццу в Дарави не доставляют И Макдональдс не привезет свою хавку Много всякой такой херни Даже в школе Если захочешь попасть в хорошую, тебя спросят Ты откуда? И если укажешь, что ты из Дарави С тебя пошлют нафиг отказ В 90-е годы даже те наши люди, которые смогли получить образование Им не давали работу Они шли таксистами или что-то такое, чтобы выжить А на их образование всем было насрать Так как они из Дарави И такси хрен тебе приедет в Дарави Они стараются этого не делать Потому что это стрёмное место Они втыкаешь Им страшно, что их тут изобьют Такси здесь могут отобрать Не отобрать Могут избить Могут навалять Втыкаешь вся эта фигня Да, вся фигня Трущобы Мумбаи начинались как район гастарбайтеров В 19 веке порт становится Главными воротами из Индии в Европу И сюда тысячами стекаются жители деревень Все здания тут самострой Кое-как сколоченный прямо на горах мусора Который эти же трущобы производят И который не вывозят отсюда никогда Вот здесь очень хорошо видно На чем на самом деле стоят трущобы То есть посмотрите, сверху дома А внизу просто как слоеный пирог Это горы мусора Который накапливался годами, десятилетиями На этой горе мусора И стоит город трущоб Электричество есть, но не во всех домах Общая канализация просто отсутствует Вот на таком пространстве живут четверо или пятеро человек Просто выживают В домах нет туалета Туалет тут общий, так же как и душ Один на всех Ребят, я не буду вам показывать местный туалет Вы его просто развидеть потом не сможете У меня реально глаза слезятся от этого Это просто уже не развидеть Это жесть какая-то Это просто жесть Запах еще такой, что прям Прорезается в мозг Представьте себе Один общий общественный туалет На тысячи человек Гражу, что камера не передает запахи Это для вас хорошо Мне рассказывали, что раньше В эти туалеты днем женщин не пускали Потому что неприлично Там, ну чтобы вы понимали, все просто вместе Как бы вместе просто все делают И все И женщине неприлично туда заходить Поэтому женщины могли ходить в туалет только по ночам Сейчас вроде как выделили некоторые общественные туалеты Ой, какой же ужас Какой же ужас вообще Выделили некоторые общественные туалеты только для женщин И они могут туда ходить в том числе днем Но эти туалеты так разбросаны по Дараве Что до них еще надо добраться Поэтому многие женщины уже по привычке все равно предпочитают только ночью А весь день терпят К концу 20 века эти трущобы не раз старались расселить Заказали даже консультантам из Макинзи дорогущий план редевелопмента Те нарисовали красивейшие картинки Например, вот такой дом, напоминающий лачуги самостроя Вместо самого самостроя Но на деле из грандиозных планов остались лишь вот эти редкие многоэтажки В которых людей начали переселять, но люди переезжать не хотят Это ваш дом? Да Вы здесь живете втроем? Да А ваши жены не тут? Нет, жены в большом доме В доме? Мы тут временно Временно А вообще мы живем в большом доме Вы спите раз, два, три здесь? Да Почему женщины предпочитают жить в многоэтажках, расскажу чуть позже Но мужчины остаются в трущобах Вот, ребята, это место, где принимают душ В принципе, в этой маленькой коморке выгоражено рядом с кухней И вот здесь люди спят Просто все трое И сколько месяцев вы тут живете? 20 лет 20 лет? 20 лет вся семья живет тут? Да И сколько у вас членов семьи? Всего пять Пять? Да И все пять живут тут? По 20, 20 лет Вот, посмотрите, еще одна семья Вся в сборе И это весь их дом Женщина просит снимать только мужчин Это ваш дом, да? Да И вас здесь живет четверо? Четверо Люди отказываются переезжать в многоквартирные дома Потому что трущобы для них не просто дом Почти каждая постройка – это еще и небольшая фабрика Кто-то печет хлеб, фасует рис Бесконечное количество швейных мастерских Причем это не какой-то маленький кустарный труд А практически мега-фабрики Вот, посмотрите, ткут полотно на огромных станках, привезенных из Китая В Дараве нет такого понятия, как дорога, недорога Здесь вот буквально тротуар может превратиться в часть жилого помещения Жилое помещение очень быстро может превратиться просто в место для сушки белья И все это опять превращается в тротуар То есть нет никакого разделения на общественные, личные пространства На дорогу, не на дорогу Вот так слева и справа уже жилые дома А вон там прям, смотрите, вот так кровать стоит Ее прям видно с улицы Там спят люди, живут люди Вон кто-то моется, кажется Огромное количество парикмахерских, или, скажем, однее, барбершопов В Дараве много мелкого бизнеса Много бизнеса по обработке кожи, по переработке пластика Всякие мелкие производства Это как огромная фабрика Просто все вместе Здесь же и какая-то уличная торговля Здесь же и сушится белье Здесь же и люди делают свои глиняные горшки Кто-то спит прямо полу на улице Бегают кошки То есть все помещение, вся территория, точнее, трущоб Это как будто бы одна большая мега коммунальная квартира Огромнейшая Практически все двери вот так открыты Вон там женщины, смотри, стирают Кстати, все очень приветливые Невероятно просто приветливые люди здесь живут Вот то, чем многие жители Дарави также зарабатывают Это фабрика снеков Здесь делают всякие вот такие вот закусочки Там чипсы И все такое Делают прямо вот здесь же Вот смотрите на таком нехитром оборудовании Которое здесь рядом стоит Вот там арахис Здесь какая-то фасоль или горох Мука Здесь все это мешают В общем, жарят, парят И потом продают по всем Мумбаи Да, продают по всему Мумбаи Из этой глины лепят вот такие горшки Вообще производство горшков Одно из очень распространенных видов деятельности в этих трущобах Причем месить глину могут прямо вот так, посреди улицы Вообще трущобы Дарави это одна большая производственная площадка Один большой завод, где пекут и жарят еду на весь Мумбаи Где делают какие-то горшки Они производят какие-то мелкие вещи руками По данным Reuters, годовая выручка теневой экономики трущоб Может быть в районе миллиарда долларов Недалеко от Дарави есть еще один знаменитый район самостроя Добигат Который вообще является одной большой прачечной Трущобы Добигат интересны еще и тем, что это такие туристические трущобы То есть сюда можно довольно безопасно прийти и посмотреть, как живут люди Более того, на входе вас будут ждать что-то типа экскурсоводов Которые за 200-300 рупий проведут вас по району А если сверху еще добавите, то и в дома заведут и покажут, как там все внутри Так что для погружения, если будете в Мумбаи Очень рекомендую вам заглянуть именно сюда Ну а если еще не решили, куда отправиться То хочу вам рекомендовать новую крутейшую фичу от приложения Яндекс.Путешествий Скачивайте приложение Кстати, оно очень удобное Здесь и отели, и перелеты, и оплаты, и поддержка 24 часа И главное, все в одном месте и вот удобно Очень вам рекомендую Так вот, оно вас спрашивает, пора в отпуск? Ну пора Делает селфи И потом умные алгоритмы Яндекса начинают это все крутить, вертеть, подбирать Пишет мне, вы прекрасны параллельно, спасибо большое И вот выдает Стас, пора тебе отправиться в Японию Кажется, вы хотите сменить обстановку на что-то невероятное и вдохновляющее Срочно летите за новыми впечатлениями Круто, дали мне еще и скидку в 10% В Японию Из Мумбаи Ребята, мы в Японии Яндекс.Путешествия Тот случай, когда хорошие впечатления начинаются еще на стадии покупки отпуска Ну а чтобы ваша покупка и ваше путешествие были еще и дешевле Мы с ребятами из Яндекса договорились о промокоде Стас, погнали, 10 По этому промокоду скидка 10% на одно бронирование Ребята, все подробности и ссылка на приложение в описании Скачивайте И начинайте свой крутой отдых прямо сейчас Погнали И как мне теперь отсюда обратно вернуться в Мумбаи? У меня там все вещи остались Ребята, мы входим в Доби Гад Это самая большая прачечная в Мумбаи И, возможно, самая большая прачечная в мире Целый огромный район трущоб, который только стирает Своё бельё сюда привозят дорогие отели и рестораны Полиция, армия, даже костюмы высокопоставленных чиновников стирают здесь Работать начинают в 7 утра И заканчивают в 9 вечера Работаем каждый день по 14 часов Вещи из отелей, больниц, из разных компаний, прачечных Все приносят в итоге сюда Вот так мы тут стираем Видишь, руками один человек так простирывает тысячу единиц белья каждый день В каждой ванне стирают трое Только мужчины Они полоскают и отбивают одежду Вон на тот камень Такая ванна – это главное семейное достояние Её номер заменяет адрес Этот семейный трущобный бизнес передаётся по наследству В этих же ваннах и тем же мылом местные моют у себя Кстати, обратите внимание, индийцы всегда моются в трусах Даже в закрытых помещениях Вот новая одежда Совсем новая Её оттирают сначала вручную Если там какое-то пятнышко, потемнение, его вот так оттирают Берём химию, поливаем И всё отмывая Кстати, посмотрите, как тут закрепляют бельё в петлю между двумя перемотанными верёвками Интересный лайфхак Люди тут буквально живут в одежде Комнаты забиты джинсами Спят вот так просто на полу Так, это здесь у него сушка Я думал, это его квартира Вообще, квартиры здесь от части прачечной практически никак не отделены Вот просто посмотрите Человек моется вот здесь, где он стирал Здесь же рядом полоскается бельё Просто посмотрите на квартиру Практически вся она занята вещами, которые здесь предстоит Вентилятор, сэр, аккуратно, вентилятор Да, надо быть аккуратным Вот здесь вот сверху вентилятор, который остужает Можно палец туда засунуть Гладильная доска местом для сна служит просто пол Причём, вот я громко говорю, человек даже не просыпается Сколько часов он работал? 14 часов 14 часов работы без всяких... Каждый день Каждый день 14 часов? Да И как много он за это получает? Одну тысячу Две тысячи Бывает, приносят вещей и на три тысячи в день Бывает, на одну или на две тысячи Каждый день по-разному То есть это зависит от того, что приходится стирать А что выгоднее всего? За какую одежду платят больше? 15 рупий за одно постельное покрывало За покрывало 15 рупий Одна рубашка? 5 рупий Итак, рубашка 5 рупий, покрывало 15 рупий, а джинсы почём? 5 рупий И джинсы 5 рупий Вот просто, чтобы было понятно Это вся квартира То есть вот её размер такой, что здесь может просто лечь 2 человека И больше здесь ничего нет То есть вот вход в эту квартиру это шторка В этой квартире при этом умещается и кухня Вот посмотрите, кухня Здесь же, ну, соответственно, спальная территория Вот здесь же место, где можно развесить 3 человека там живёт, видите? 3 человека умещаются в этой конуре, где кажется и одному-то тесно При этом, смотрите, телевизор, даже вместили сюда телевизор Посмотрите, какая просто полноценная кухня Со всеми приборами, с кастрюльками, огромное их количество Стена этого жилища сделана просто из шифера, из крышного Но при этом, смотрите, как красиво покрасили Всё постарались заштукатурить И здесь даже светильники вот такие Это к Девали, да, наверное? Фа Девали, да? Девали — это один из главных индийских праздников День света и петард Я рассказывал о нём в предыдущем выпуске о Индии Как тебя зовут? Стас Стас, а твоё имя? Рам Рам? Ты живёшь здесь? И сколько денег ты тут зарабатываешь? Сколько денег? Деньги? Ладно, извини Погоди Вот тебе деньги, если нужны Посмотрите, он не понял мой вопрос Но протягивает мне деньги, решив, что я их прошу Про жителей трущоб часто говорят, что они воры и бездельники Но я лично редко встречал более щедрых и трудолюбивых людей Кстати, парень потом мне рассказал, что он зарабатывает примерно 20 тысяч рупий в месяц Это 240 долларов Вообще, конечно, невероятное ощущение Это огромнейшее постирочное, огромнейшее Здесь повсюду вещи Вон джинсы висят Какие-то простыни, рубашки Всюду стирают, всюду течёт Вот такая пена, потому что где-то стирают и сушат Вот, кстати, женщины стирают, хотя вообще-то это редко Обычно здесь стирают только мужчины Огромная постирочная Но при этом прямо в этой постирочной, прямо в этой прачечной живут люди Тысячи людей Здесь есть бабки, чувак Здесь есть люди, у которых есть деньги Есть своя земля и есть свой бизнес И они не зависят ни от кого Только от себя Они просто делают, что хотят В Дарави много тех, кто работает на себя Но там, где теневые деньги, конечно, преступность всегда есть Дарави – самый большой чёрный рынок в Индии Друщобы Дарави поделены на территории, которые контролируют организации Их иногда называют бандами Но на самом деле это не совсем банда Это, скажем так, община У которой есть глава Я думаю, у полиции немного власти тут, в трущобах Да, полиция тут есть Но люди не стучат, даже если что-то случается А кто тогда контролирует трущобы? Люди контролируют трущобы Но должен быть кто-то главный, кто-то, кто руководит Да, в каждом месте, я имею в виду в каждом квартале, есть свой большой человек В каждом районе есть свой лидер, он контролирует всё И что бы ни случилось, все идут к нему Если кто-то попал в замес на районе, идут к нему Полиция идёт к нему Этот глава контролирует всю свою территорию В том числе решает, кто чем занимается, кто где живёт Потому что дома здесь это самострой И если, например, семья съезжает из трущоб, то она должна сдать свой дом Общине обратно, вот этой вот территории, этому клану И глава клана решит, кому этот дом отдать в будущем И если, например, семья слишком большая, слишком сильно вырастет То он может разрешить переехать в более крупный дом Да, это дом покрупнее Вот видите, живут здесь практически вот такими открытыми комьюнити И глава территории решает всё В том числе следит за тем, кто и как здесь занимается преступностью Кто что продаёт, в том числе легально и нелегально Ну и, естественно, собирает даме Внизу находится трущоба, а справа вот уже дорогие классики Всё стоит около 5 миллионов за комнату Ну, уже одна комната квартиру Саша несколько лет назад перебрался из России в Индию Кто хочет жить? Вот здесь у тебя развалены трущобы полные А вот здесь строят, прям вот строят Явно дорогую высотку Кто хочет покупать в такой высотке квартиры? Здесь немного другое отношение к трущобам И непосредственно отношение к трущобам с их жизнью То есть это как бы хороший географический центр, да Где можно хорошо жить Любые комплексы, они как бы огораживаются отдельной такой территорией Вот мы сейчас пройдём через один из таких Где находится Вочман, да То есть это что-то вроде сторожа, консьержа в одном лице И как бы это закрыто, такая проперс участная собственно Что касаемо трущоб, с ними потихонечку борются, да То есть им дают жильё, им дают образование, аптеки Всё у них есть, но вот им дают жильё Они получают эти деньги или квартиру Они её сдают или продают и уходят обратно в трущобы То есть трущобы это как смысл жизни Они возвращаются обратно Это создаёт чисто мумбайский парадокс Когда трущобы не просто соседствуют с богатыми районами А буквально вплетены в них Район, по которому мы сейчас входим Это мусульманский район То есть здесь, если ты хочешь снимать квартиру То тебе нужно будет сначала прийти к сообществу Условно, наверное, чтобы ближе нам понять Это что-то вроде ТСЖ, но у которых свобод больше Дом местной суперзвезды Широк Кана Широк Кан – это восьмой актёр в мире по заработку То есть по стоимости его уступ, по его финансам Он для местных – это просто что-то с чем-то Это звезда Если представить Джеки Чана, я не знаю, Арнольдиш Варснеггер Джонни Депп, Брэда Питта И всё в одном лице Для местных – это просто царь и бог Он снимается постоянно И вот Широк Кан хотел купить жильё в районе Уорли Уорли уже хинду район, то есть хиндуийский И вот когда он хотел купить, ему не запретилось в сайте То есть из-за того, что он мусульманин Ему не дали возможность купить эту вью Ого! Вот, всё-таки Даже несмотря на то, что он так популярен Сколько денег, какая-то звезда, вообще не важно То есть какая-то местная сообщество Дом Шурухана в итоге стоит на берегу залива В самой живописной части мусульманского квартала Это место настоящего паломничества Время от времени фанаты перекрывают движение по ближайшим улицам И актёр тогда забирается на специально огороженную площадку на заборе И машет им оттуда рукой Дом Шурухана, по данным местных СМИ, обошёлся ему в 25 миллионов долларов Но посмотрите самое интересное Прямо рядом с ним такие же хибары-трыщок На самозахваченных землях, как и всюду Но если вы думаете, что это большой контраст То посмотрите на район по соседству В Мумбаи располагается Самый дорогой частный дом на планете Частный, в смысле принадлежащий одной семье И одна семья в ней живёт Как вы думаете Сколько в этом доме комнат, этажей Сколько этот дом может стоить Как он может выглядеть Просто представьте себе Как выглядит самый дорогой частный дом Так вот, в нём 40 этажей Вот в этом всём доме живёт одна семья Макешамбани, самый богатый человек Азии Этот дом стоил около 2 миллиардов долларов Очевидно, что там есть не только комната грязи И охраняется он, кажется, сильнее президентского дворца в Дели Охраняет его не только его личная охрана Но и полиция, и даже армия, ребят Броневик, собственный броневик военный с охраной Постоянно стоит перед домом Амбани Съёмка тут строго запрещена А можно мне просто снять дом с улицы? Вы хотите сделать фотографии? Я хочу сделать видео, я блогер Вы блогер, но снимать тут запрещено Во всей округе Иначе вас заберёт полиция Я пытался выяснить, могу ли я снимать здесь хотя бы издалека Но охранник уже зовёт кого-то на подмогу Меня отправляют на другой конец улицы Там якобы снимать можно, но тоже только под присмотром Вот ко мне подходит человек, он показывает мне какое-то удостоверение И говорит, что из спецслужб В общем, прогоняет меня ещё дальше В общем, снимать рядом с домом категорически запрещено Ну, вы видели, какая здесь охрана? Просто представьте себе 40 этажей 40 этажей для одной семьи Что он там делает? Что он там прячет? Ну, хорошо, у тебя есть этаж жилой У тебя есть этаж кинотеатр Этаж спортзал Этаж бассейн Что ещё? Этаж гостевой Этаж ещё один гостевой Этаж для вечеринок Ну как? 40 этажей для одной семьи Самое занятное, что прямо рядом с этим зданием Вот в этом самом Рядом с этим самым дорогим в мире частным зданием Вон там трущобы Вот это, ребят, просто эссенция Мумбаи Тут самый дорогой частный дом на планете Тут трущобы Люди, сидя босиком на заборе Едят самую дешёвую еду Дома без оконных стёкол Из шифера Тут стоит самый дорогой частный дом на свете И рядом с ним, мягко говоря, не очень дорогие дома Понимаешь, для нас не важно, что дорого, а что нет Нам принадлежит этот дом очень много лет Со времён наших предков И для нас ничего не меняется Он на своём месте, а мы на своём месте Всё просто Что вы думаете об этом дорогом доме? Я ничего не думаю Он купил это место и может на нём делать, что хочет Понимаете, что это здание дороже, чем весь квартал вокруг? Конечно, конечно, я это понимаю Я понимаю, что он слишком дорогой Но и мы владеем тут землёй Не думаю, что нам... А он пытался выкупить вашу землю? Никогда Никогда Он очень хороший человек Он никак нам не мешает Он на своём месте, а мы на своём Но всё-таки этот контраст поражает Частный сорокаэтажный дом для одной семьи за 2 миллиарда долларов А рядом полуобвалившиеся постройки и забегаловки по 10 центов за блюдо И люди, живущие на 20 баксов в месяц Но для Мумбаи это норма Ты вот в этих вот трущобах ты жил, да? Нет, я жил в комплексах рядом с трущобами Но в трущобах, то есть, как бы, живут обычные люди Там большое количество разных магазинов Допустим, у меня непосредственно ходил в трущобах Был магазин сладостей вкусных, который я ходил, брал Просто посмотрите, как таксисты индийские относятся к своим машинам Смотрите, обшил вот так вот Такой красотой С какими-то цветочками, крыши Просто невероятно Вот здесь, посмотрите, какая-то обшилочка Ну, при этом это раздолбанная маленькая Какой-то каблучок В полу, вон там при этом дырка Вон там просто дырка, реально Вниз, да? Она прям насквозь там, да? Вот Но при этом, ребята, как вот все красивенько Вот так вот просто с любовью Вот что называется шик, понимаете? Шик Вообще украшать машины в Индии любят очень А для таксистов это еще и предмет гордости В Дели, например, есть знаменитая рикша Водитель, который не только покупает клиентам газеты Наливает чай, меняет валюту Но даже установил кнопочный телефон, чтобы можно было звонить Машинам тут дают личные имена И очень часто относятся практически как к члену семьи Просто посмотрите, какое королевское такси нас везет Это самое красивое такси, на котором я когда-либо есть Ребята, всем вам сердечки Лав из Индии Ми-ми-ми Мумбаи при этом единственный город Индии В котором таксисты работают по счетчику Даже рикша Нигде ведь счетчики не работают в Индии За исключением Мумбаи Мы находимся в экономической столице 30% аллова продукта приходится на Мумбаи Лет через 10 Мумбаи превратится в Кубай Они стараются показывать класс В основном вопросы решаются каким образом У кого машина дороже, то ты прав Прям вот так? Прям реально? Если сталкиваются две равнозначные машины Два такси, две ликши А вопрос будет решаться кулаками Да ладно, прям реально дерутся Это работает так Вообще, на дорогах индийцы могут быть очень жесткими Если читали Шантарам, к слову, очень рекомендую Там есть сцена с убийством таксиста, виновного в аварии Так вот, все это и правда так Мы сейчас едем в место, которое называется Гоушала Это убежище, куда мы отвозим коров, которых мы отняли у похитителей Которых мы спасли от смерти Мы едем в один из штабов коровьих патрулей Это место, откуда координируется усилие по отлову любителей говядины в Индии Вы, конечно, знаете, что в Индии коровы повсюду Гуляют по городам, лежат поперек дороги Но, возможно, вы не знаете, что большинство этих коров не бездомные Более того, что за них идут настоящие битвы И политические, и вполне реальные Коровы в индийских городах нифига не бездомные Это не какие-то бродячие коровы На самом деле эти коровы принадлежат вполне конкретным людям Здесь вокруг живущим По закону запрещено содержать коров в городе, естественно Это город-миллионник Поэтому что делают люди? Они выпускают коров на улицу, как будто бы они их не содержат При этом все знают, чья это корова Утром и вечером хозяин ее доит И отправляет опять гулять по улице Именно поэтому Индия первый в мире производитель молока Почти вдвое опережая США, которая на втором месте При этом говядину, как известно, индуисты не едят Для них коровы священны Но в Индии есть и вторая крупнейшая религия Ислам, в которой такое мясо не запрещено Между мусульманами и индуистами идет настоящая коровья вражда Если не сказать война Вот любители говядины похищают корову на улице Так как вырастить ее легально у себя дома они просто не смогли бы Такие похищения дело распространенное Потом коров тайно в грузовиках отвозят на убой Амбир же руководитель одного из крупнейших коровьих патрулей в стране Его бойцы выслеживают любителей говядины и ловят их У нас есть свои дозорные в каждом районе, где могут есть коров Они следят за жителями, не ведут ли они к себе животное Или не присматривают ли они животное на улице, чтобы похитить Вот патруль обнаружил грузовик с коровами Начинает преследование Если мы видим, что кто-то явно собирается съесть корову, начинаем действовать Коровий патруль заставляет водителей остановиться Животных забирают себе А что делают с теми, кто хотел говядину съесть, мы тут показывать не будем Это жесть Мы готовы пожертвовать всем, чтобы спасти корову Вы что, правда готовы пожертвовать жизнью ради коров? Не задумываясь, я готов пожертвовать и своей жизнью, и если понадобится, и жизни того, кто хочет корову съесть И это не преувеличение Вот исследование 2018 года, в котором говорится, что за три года в Индии были убиты как минимум 44 человека за их любовь к говядине Еще 280 покалечены Подробности у нас в Телеграм-канале, потому что тут за такие жесткие кадры забанят Коровьи патрули стали набирать силу после 2014 года, когда к власти пришел нынешний премьер Нарендра Моди, который, как многие считают, больше защищает индуистские ценности Мусульмане тоже отвечают жестко Пожиратели коров объявили награду за мою голову Предлагаю 250 тысяч рупий любому, кто меня убьет У них уже вообще не осталось за несовести Заказывают меня моим же соседям Просто посмотрите, сколько здесь коров И представьте, каждая корова это изъятое у кого-то животное Чаще всего изъятое силой Члены коровьих патрулей перекрывают дороги Иногда устраивают настоящие баррикады То есть осаждают какой-нибудь поселок или город, зная, что там есть люди, которым нравится говядина И проверяют просто буквально каждую машину, каждый грузовик, который оттуда выезжает И изъимают коровы То есть здесь тысячи животных И за каждым животным, по сути, вот такая история Вообще коровы, как бы странно это ни звучало Лишь одна из линий противостояния между индуистской и мусульманской частями Индии Две основные религиозные общины почти перманентно находятся в напряжении Которое зачастую перерастает в массовые побоища Постоянно пытаются закинуть какой-то искрку Пресса, то есть бывает, допустим, вот последние митинги были за счет того, что хинду полицейский изнасиловал мусульманскую девушку И то есть здесь прям мусульмане несколько дней крушили город И как раз наши бочманы, ребята, говорили, типа, сидите дома, пока никуда не вылазите Если вам надо будет магазин, мы вам все это вынесем Самый страшный случай такого противостояния – атака на Мумбаи в ноябре 2008 года Террористы убивали людей на улицах и в ресторанах, а потом захватили самый знаменитый отель города – Тадж-Махал Расстреливая его постояльцев Посмотрите фильм об этом «Отель Мумбаи» Некоторые заведения города специально оставили дырки от пуль на стенах Как напоминание о тех страшных двух днях ужаса и смерти, которые город смог пережить и как-то снова начать улыбаться Вы знаете, эти дырки – они от реальных пуль Это, кстати, самое знаменитое кафе города – Леопольд Оно тоже описано в книге Шантарам Вы можете сказать, что будет с этими коровами? Сейчас они живут здесь, но что будет с ними дальше? Они проживут тут всю жизнь Их будут кормить, лечить, у них будет кровь над головой, их можно доить Но многие коровы тут не дают молока Нам ничего на самом деле от них не нужно, лишь бы им было хорошо Корова – это необычное животное, она обладает божественной и волшебной силой Коровы это доказано, могут лечить различные болезни И, как известно, коровий навоз и коровий моча дезинфицируют и очищают человека Вот почему мы защищаем именно корову Индуисты действительно считают, что корова – олицетворение бога И она может не только благословить, но и, например, исцелить Лечебная смесь из коровьего молока, навоза и мочи называется панчегавия По-английски это в прямом смысле holy shit Ее добавляют в косметику, в зубную пасту, в мыло А некоторые потребляют внутрь На праздник Девали даже есть традиция Самые смелые ложатся под коров, чтобы те их потоптали Ну, не рекомендую Но есть место в Индии, где и говядину есть разрешено И трущоб почти нет И чисто, и вообще, на первый взгляд, как будто ты в другой стране А может быть, в другом мире Где только райские тропические леса и шикарные виллы в их тени Это Гоа – главный индийский курорт Территориально он делится на две части Если вам за чо, ну, то есть за 40, у вас жена, дети, собака И вид полуобнаженных женских поп у вас вызывает аллергию То вам в южный Гоа, где виллы, шикарные отели, тихий отдых Всем остальным в северный Гоа, где молодежь, вечеринки и все запрещено И да, правильно говорить ехать в Гоа, а не на Гоа Это так, кстати Южный Гоа – это больше про туризм, про турпоток, про пакеты Например, пятизвездочные отели, да, там шикарные, красивые лакшери отели Которые ты приходишь и кроме отеля ты ничего не видишь Если ты хочешь погрузиться в реальную жизнь Гоа, тебе на север Потому что именно на севере происходят самые необычные тусовки Барабаны, органик транс, живая музыка Ирина приехала в Гоа несколько лет назад И, как и многие здесь, просто осталась Когда я приехала в Индию, я ее ненавидела, она мне не нравилась Мне вообще не нравилось здесь ничего, потому что я приехала из Китая Там небоскребы, там чистота, красота У меня постоянно были бренды, сумки, каблуки Я была вот такая бизнес-леди Можно сказать, совершенно другой человек Очень материальная, зациклена на материальном И у меня забрали эти материальности, вот эти крайности, к которым я была привязана Специально преподав мне урок, чтобы я не привязывалась к материальному А больше погружалась в глубину свою Потому что Индия, это все-таки про глубину, про что-то духовное Буквально месяц, как мы приехали в Индию, да Произошло ограбление прямо у нас дома, пока мы спали Но мы сами виноваты, мы не закрыли дверь Полное доверие Это здесь было на Гоа Прямо здесь в Гоа, да Мы не закрыли дверь и каким-то образом, может быть, пустили газ, я не знаю Вынесли все вещи, паспорт, документы, все было Телефоны, все, что мы остались Вот я в чем была, спала, в том проснулась вообще без каких-то вещей А, подожди, вас ограбили, пока ты была дома, что ли? Да, пока мы спали, да Домашние кражи в Гоа – дело обычное С юга самый криминальный индийский регион – Карнатака Когда начинается туристический сезон, заезжает очень большое количество вот этих вот ребят с Карнатаки Местные мы их назовем Карнатака-бой Которые начинают там воровать, грабить и так далее В этом году у них появилась новая схема разбоя То есть они воруют байк, его перекрашивают, меняют номера и сдают в аренду Тебе же, тебе же Плюс Гоа – это, по сути, более такая, она до 60-х годов была в португальской колонии И то есть они были такие португальские Там все дома – виллы, из-за домов крыши сделаны из черепицы Они все худенькие, эти ребята из Карнатаки Они забирают, поднимают эту черепицу и удочками у тебя тырят вещи Либо, если не получается у него самому пролезть на каком худеньке, он его удочками выцепляет и ворует шмот Ходила в полицию, ходила в ФРО и говорила им Ребята, что делать? Ограбили, документов нет, визы нет Они говорят, деньги есть улетать? Я говорю, нет Ну, сиди, когда появятся деньги, тогда улетишь Вот очень, еще раз повторюсь, лояльная, дружественная страна А как вы жили, если у тебя денег нет, как вы платили за жилье? У нас попался очень хороший хозяин Он два месяца ждал, пока у нас появятся какие-то деньги, мы можем отдать ему оплату за аренду То есть он приходил через день, раз в неделю и спрашивал, у вас есть деньги? Мы такие, нет Он такой, tomorrow, в следующий раз И терпеливо ждал, пока у нас появятся деньги, не требовал Даже хозяин байка, когда мы снимали байк, он приехал за деньгами У нас было всего лишь тысяча, мы заработали каким-то немыслимым способом одну единственную тысячу рупий Мы отдаем ему эту последнюю тысячу рупий А индийцы, они очень сильно эмпаты, они чувствуют, что что-то происходит, да, или какое-то настроение И он почувствовал какое-то что-то неладное у нас И он спросил, ребят, а у вас все в порядке? А мы такие, ну, если честно, не очень, нас ограбили И он такой, сразу же возвращает эту тысячу обратно и говорит, возьмите, вам нужнее Отдадите, когда сможете, когда у вас будут деньги Тут же у тебя ограбили, тут же тебе и помогли, тут же тебе и поддержали Ежегодно в Гоа приезжают более трех с половиной миллионов туристов Это самый богатый и, что важно, самый быстро богатеющий штат Индии Со средними зарплатами почти в три раза выше, чем по стране Здравствуйте, ребята А здесь весь дом, что ли, русскоговорящий, да? Вообще-то дофига русских Куда они заедете, где русских? Русских действительно в Гоа так много, что один из пляжей так и назвали, русских Ну, короче, тут я себя чувствую грубо Тут состояние такое, просыпаешься и ты как у бабушки в деревне Ты у бабушки в деревне, у тебя он Урал у меня, понимаешь, стоит Вот, кукленный Вот, смотри, видишь, какой мой красавчик? Это твой зверь, вот этот зверь, да? Я его завожу, он рычит, я еду, коровы, собаки, пальмы, соки, фрукты И чувство вот этой свободы, что никакого давления нет сверху У нас гораздо более глубокие связи на уровне там еще древнеславянских верований Знаешь, допустим, у них есть бог там Шива, а у древних славян бог Жива У них крыша, крыша, у нас крышень, у них вишну, у древнеславян, вышень, ну и так далее Саша Смит одна из легенд Гоа А сейчас маленькая экскурсия о нашей вечеринке Он диджей и организует здесь знаменитые секретные вечеринки Секретные пати, андеграундные пати, я была много раз на них Это когда делается подготовка тайно И локация сообщается за 15 минут до старта пати То есть полиция туда приехать не может И она делается, вот видите, там холм Два года назад было на том холме, чтобы добраться до этого пати Мы 40 минут ехали по джунглям, по камням Нас там чуть не съели леопарды Реально тут ходят леопарды И мы еле добрались до этого пати Но это пати длилось всю ночь на скале у обрыва 500 человек танцевало под разную музыку Это было нереально круто Это самая крутая пати, на которой у меня вообще была в своей жизни Это называется секретная пати Когда просто локацию не говорят Ну конечно там все, в основном все что-то юзают Поэтому секретно Интересно, как колониальное прошлое влияет на настоящее Гоа, в отличие от большей части остальной Индии Был не британской, а португальской колонией И причем оставался колонией дольше остальной Индии До 1961 года португальцы отказывались передавать эту землю местному населению В 1961 году индийская армия аннексировала Гоа Как водится, власти провели здесь референдум И это стал самый маленький штат в Индии Но до сих пор самый необычный Во-первых, по архитектуре Здесь до сих пор доминирует португальская колониальная архитектура Во-вторых, по религии Большинство местного населения католики И католические храмы здесь практически в каждой деревушке Ну и, видимо, в связи с этим совсем другая кухня Другое отношение к еде, в том числе к говядине Здесь ее едят И к алкоголю В Гоа самый дешевый в Индии алкоголь Здесь приезжаешь как к себе домой И максимально расслабленно себя чувствуешь И, в принципе, очень близок менталитет Я была на Шри-Ланке, была в Тае Но если сравнивать именно местных жителей То мне больше всего индийский менталитет нравится Ну и здесь они максимально с доброй душой С открытым сердцем И всегда готовы прийти на помощь И вот это, конечно, очень сильно подкупает У Тани есть даже аксессировка на киндер Покажи Здесь написано Красота в глазах смотрящего На самом деле это фраза Да Вот с Азией очень ассоциируется Поэтому здесь разделяются люди, которые приезжают на две категории Одни, которые видят грязь, мусор, бесконечных коров и так далее А другие, которые наслаждаются прекрасными закатами, природой Крутыми людьми, заряжаются, находят единомышленников Вот мы из второй категории, поэтому нам здесь круто Индия, прежде всего, богата своими контрастами Ну, если сказать образно, может быть вот такая вот куча говна Но на вершине этой кучи говна такой красивый цветок лотоса или что-нибудь еще Что ты уже как бы не замечаешь вот эту кучу Только благоухание этого и красоту этого лотоса В сентябре приезжайте Нереально божественные, красивые, розовое небо, облака Это красиво, да Закат каждый красивый Но вот в сентябре вы просто будете в шоке Балийские закаты я называю Балийские закаты в сентябре на Гуа За, по сути, суммарно 4 года жизни в Индии Я оплатил проезд один раз И то это было 500 рупий в виде штрафа Мы с Сашей идем на мумбайскую электричку Главный вид местного общественного транспорта Вагоны тут делятся на три класса Женский Вот, вот это женский вагон, да Вот видите, изображение лейдис Это значит, что вагон только для женских Это только для лейдис, да? Второй Это второй класс, да Тот, который за 10 рупий Да, здесь прям поплотнее уже Опа И первый, который стоит 100 рупий И где встречаются даже люди с дорогими телефонами И хотя это нигде официально, конечно, не записано Платить надо только за него Потому что тут проверяют билеты И поэтому людей немного В остальных вагонах все ездят без билета Во время часа пик, да Когда люди едут на работу Или с работы вечером Есть такая вероятность Причем она не маленькая Для того, что ты выйдешь не на своей станции Связано это с тем, что тебя просто-напросто вынесет поток Ну, то есть ты вот так вот стоишь Ты вот так, тебя выдавливают просто Ты держишься за порчей, чтобы тебе Выйти на своей остановке Чтобы тебя не снесли с этого поезда В час пик вагоны поездов легко могут выглядеть вот так Люди свисают с боков И залезают на крыши При этом, как бы ни было плотно Двери всегда открыты Иначе умрешь от духоты Причем мумбайцы даже в пустых вагонах Любят ехать, высунувшись из двери И пол ноги обязательно должно быть наружу Это особый шик Я не знаю, ребят Мне вот страшно так стоять Когда там просто открытая дверь Проносится поезда Можно вывалиться в любой момент Ну и все Уже тебя даже не найдут Но ничего Мумбайцы и индусы вообще стоят Не боятся Вон парень по телефону даже разговаривает Не держится ни за что Я вцепился вот в эту железную штуку Эти поезда – это городская электричка При этом в Мумбаи отдельно есть и современное метро Вот это уже мумбайское метро Абсолютно другая картина по сравнению с поездами Вы видите, двери закрыты Никто туда не выглядывает Здесь кондиционер Довольно тихо Ну и надо сказать, давка небольшая Несмотря на то, что сейчас такой получас пик Девять вечера Могло бы быть все и хуже гораздо Скажем так Вообще поезда довольно просторные, современные Но настоящие легенды Ходят про местные междугородные поезда Это вокзал Виктория Вернее, сейчас он называется вокзал Шахрабхати-Шиваджи Я надеюсь, я правильно произношу Это самый загруженный вокзал Индии Он находится в Мумбаи Ну и самый известный, конечно Например, здесь именно снимались сцены миллионера из трущоб Помните, вот эта финальная сцена, где все танцуют? Вагоны, конечно, тоже делятся на классы Самый дешевый, а правильнее сказать, бесплатный из них Это печально знаменитый дженерал Вот в таких вагонах места стоят по 10 рупий Могу я войти? Окей Оп Сюда билеты многие даже не покупают На самом деле, сколько вобьется в вагон Столько людей здесь и помещается Видите, никаких даже матрасов на кроватях нет Когда поезд отходит? Во сколько? В 9 В 9 Да, 40 минут до отправления поезда еще Но вы видите, да, люди занимаются, занимают места В конце концов, через там 30 минут Здесь буквально яблоко будет негде упасть Люди будут вот так вот, один к другому Контролеры все равно в эти вагоны не входят Поэтому можно не покупать билет Еще раз Билет официально стоит 10 рупий Видите, самые умные сразу ложатся Потому что понимают, если сейчас лягут То потом хотя бы, возможно, будут съедеть Вот это слиперы Вагоны классом выше Здесь уже у каждого своя койка Видите, уже лежаки с матрасами Здесь три яруса лежаков То есть вот нижний Потом здесь поднимут вот этот вот Это средний ярус лежаков И верхний будет третий ярус лежаков Плюс в том, что сюда уже ходят контролеры Поэтому здесь народ не набивается То есть ты, по крайней мере, лежишь в свои три ряда И никто тебе не мешает В вагоне, на самом деле, несмотря на его ушатность Есть розетка Есть вот такие выключатели, которые, кажется, даже работают Они что-то, может быть, даже выключают Не знаю Есть, смотрите, зеркало Отлично Вот меня видно, привет Ну и сверху вентилятор вместо кондиционера Что тоже неплохо Вот это вагон еще классом выше Вы видите, уже с кондиционером И без решеток на окнах Это по-прежнему плацкарт Но в нем уже совсем все По-европейскому, можно сказать Вы видите, здесь есть белье, подушечки Вот такие вот Здесь уже так свежо из-за кондиционера Тоже три уровня полок Верхняя, средняя и нижняя Здесь есть шторки на окнах Если захочется поспать Ну, я говорю, самое главное, здесь свежо Кондиционер работает, поэтому не жарко Можно хотя бы как-то дышать Еще на один класс выше вагоны С двумя полками, тоже с кондиционером Без всяких там решеток на окнах Здесь уже все вообще аккуратненько Водичка течет Вот такая вот дверка, смотрите Чтобы прохлада не уходила У каждой кровати своя шторка Чтобы можно было хорошо спать Смотрите, каждая отдельная кроватка Со своей шторкой Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу Тойст отправляется Извините, мэм Извините, мэм, можно я выпрыгну Слава богу, что здесь не закрывают никогда Опа Двери вагонов Поэтому можно заскочить когда угодно Есть еще один вагон лучше Вот этот вот Первый класс Посмотрите Там вообще отдельные купешки И там вообще все уже конфетка В дженерал-классе, поскольку можно не платить И места не закреплены Происходит настоящее вагоналия Люди набиваются реально как селедки в бочку Едут на крышах Вот так подвязывают мешки к потолку И залезают в них У меня была история Когда я ехала в дженерал-классе И меня избили Просто избили ногами В почке Я оставила вот так круче, чтобы мне не разбили лицо Виза ран делали в Непале Нужно было ехать в Гоа Мы находились в Аранасе Как раз таки Билетов не было И друг, который уже в Индии Тогда у нас, так сказать, гайд наш был, да? Гид Он нам сказал Ребят, я все продумал Я все придумал Сейчас уедем Мы ему доверились Значит, стоим на вокзале Без билетов Подъезжает поезд И ситуация такая Уже человек 30-40 Висит вот такая дорожка Друг за друга И они волочатся по перрону То есть они схватились за поручью И пытаются на очереди войти И вот это вот они Волочат их поезд Волокет Вот это вот 50 этих человек У меня сразу шок Я такая Мы что, в этом вагоне поедем? Он такой Да, нормально И не знаю, каким образом Он останавливается Этот человек, который Русский парень Отталкивает эту всю толку И кричит Ира, заходи Я захожу Это вечер Свет специально не включается Мне кажется, для того, чтобы меньше было хаоса И что происходит? Люди, которые там едут Они едут на полу Висят на полках На багажных В проходе, в пролет И в туалете Везде То есть там негде ступить ногами Не просто покотом И чтобы забить хоть какое-то место Они садятся И вот так поднимают ноги И ногами выбивают Ну вот на попе сидят И ногами выбивают человека Из места И вот мы проходим пролет Один минут двадцать У меня обрывается сумка То есть они не видят, что я женщина А женщин вагоне нет Я была единственная белая женщина И я получаю подачу сюда В бороду В почки В ноги Я просто в шоке У меня начинает истерика небольшая происходить Я иду вот это вот закрываясь Прохожу еще пол пролета И последней каплей становится Когда индейцы меня берут Обеими ногами Просто вот так в почки Толкает И я вылетаю опять в эту толпу В этом месте В этом мясорубке Просто это прям мясорубка И когда вот у меня в почки ударят Я понимаю Это последняя капля Я конечно очень мирный человек Но я развернулась Со всей мочи Дамаем ему пощечину Такой звон стоял на весь поезд Он только пытался открыть рот И как раз подоспели парни мои друзья Они такие Тише Ты же увидишь Девушка Ты что делаешь И я сказала Нет-нет Выходим Я поеду в туалете Я поеду стою Я поеду на одной ноге Как угодно А нам ехать на минуточку 24 часа было Из Варанаси Говорю Я не поеду Это же они будут все на меня ложиться Меня обнимать Трогать Это был такой незабываемый опыт И потом 24 часа мы ехали Меняли место То там То там Стояли Реально на одной ноге На полноге И где-то за 2 часа уже Я начала плакать Не в смысле истерика Я стояла мужественно Стоя 22 час Но у меня полились слезы Наверное С того что все-таки я Девушка И сдали нервы И какой-то индейц Увидел прям почувствовал Говорит садись И прям душевно Да Я последние 2 часа Доехала на его месте А сам встал и стоял 2 часа Хотя это было его место Купленное Да И он мог к себе ехать И в этом ребята Вся Индия А помните мужика В друщобах Который протянул мне деньги А еще представьте себе Почти на каждый праздник Тут принято Пускать в дом И кормить всех Кто придет Бесплатно Причем приходят Целыми кварталами Выглядит это обычно Вот так Прямо на земле Стелят огромные ковры Все садятся в ряд А еду разносят ведрами Просто посмотрите Сколько здесь людей Прийти может кто угодно Без приглашения Я например Просто зашел с улицы Повар Посмотрите Натянул Кажется все свои Золотые перстни И разливает еду Огромным половникам А женщины На деле Самые красивые наряды Вообще в Индии Кажется абсолютно Невозможно Остаться голодным Столько всяких мест И мероприятий На которых кормят И поют бесплатно А сикхи Это такая Индийская религия Впитавшая в себя И индуизм И ислам Те самые ребята В турбанах Так вот Сикхи Вообще В своих храмах Всегда кормят Всех бесплатно Причем Вкуснейшей едой Вот один из крупнейших Храмов сикхов В Дели Так сюда На обед Приходят и бедные И богатые И все едят Вот тут Вместе Сидя на полу Единственное Что требуется Это снять обувь И надеть юбку И платок Приходишь Садишься Берешь поднос Тебе тут же В него кладут Лепешку Разные индийские Намазки Вот риса Мне смело Навалили Еда здесь Вкусная Из свежих продуктов И готовят ее В чистых помещениях Со всеми Санитарными стандартами Я лично проверил Так что Ешьте Не волнуйтесь Главное Руки Не забудьте Помыть Потому что Едя тут Без приборов Это прям Вкусно Ребят Просто Представьте себе Каждый день Через этот зал Проходят сотни Наверное Даже тысячи Людей Их всех здесь Кормят бесплатно Довольно вкусной едой Да, может быть не супер Разнообразной Но я вам хочу сказать Что в любом индийском ресторане Примерно Такой набор Блюд является Классическим То есть это Вполне себе Нормальный Обед Индийца Это не какая-то Сокращенная программа Вообще Вообще Многие вещи В Индии Которые Изначально Кажутся Страшными И опасными Оказываются Не тем Чем кажутся Например Несмотря на предубеждения Уровень преступности В трущобах Невероятно низкий Если здесь И грабят То в основном Только чужаков А друг друга Нет Здесь Не запирают двери А решетки На окнах Не от людей Тоже Видим Решетки На всех Хлопах Не от грабежей Они От хищных Птиц От ворон От голубей От обезьян От змей То есть Все это Лазит Ползает Хотя мы находимся По сути В центре города Бывают частенькие Стои В Монсун Когда В дождь Ночью Из джунглей Вышла Ну то есть Бантера Правильно будет Ягуар Большие-большие кошки Хищные И вотчманов Съедали Или утаскивали То есть Диме тоже бывает Когда съедают Змеи Людей Кошек Всего-всего Подряд Такое тоже есть И оно В городе Леопарды Кстати Действительно Регулярно Врываются В трущобы Вот Дикая кошка Схватила Собаку Которая Спала У двери Регулярно Хищники Прыгают И на людей В лесах Укола Мумбаи Водится Множество Диких Животных Когда они Выходят Из джунглей Ловить Их Приходится Целыми Кварталами Именно Ловить Смотрите У полицейского Ружье Со снотворным Как бы ни был Зверь Опасен Его Не убивают А стараются Нейтрализовать И вернуть В природу Я знаю Многие Обвиняют Индийцев В том Что мусором Они сильно Портят Окружающую Среду Но В то же Время Скажите Много ли Вы знаете Городов Миллионников Скажем В Европе Возле которых Остались Дикие Животные Так что Кто природу Бережет А кто Убивает Можно еще Подискутировать А если Время Див nurturing Время Шаг Время Звук Тобава Днем сидеть в трущобах очень жарко, поэтому женщин отселяют. Вот так вот отдельно они проводят время на железнодорожных рельсах. Здесь же они стирают, здесь они готовятся детям еду. Здесь, по сути, проходит большая часть их жизни за пределами маленькой коморки трущоб. Рядом бесконечная свалка, на которой откормился, смотрите, внушительных видов кабан. А вот это, ребята, чисто мумбайский способ сушить белье с помощью проезжающих над ним поездов. Впрочем, когда мусоны и дожди не переставая, женщины трущоб не стесняются развешивать белье сушиться и внутри поездов. Вот как бы ни были плотно застроены трущобы Дарави, одно пространство жители этих трущоб не застроят никогда. Это поле для крикета. Это просто святое для них место. Вот реально как будто бы святое место. Оно огромное. Здесь могло бы поместиться еще, я не знаю, 100 домов. Но нет, его не застраивают. Здесь играют дети, здесь играют взрослые. И вообще крикет – это для Индии в целом, а в особенности для жителей трущоб – это как отдельная религия. Причем для богачей поле для крикета является также священным. И в самом центре самого дорогого района Мумбаи, Чорджгейт, располагается самое знаменитое в Индии общественное поле для гольфа. Так называемый овал Майдан. Вы, конечно же, знаете, что Майдан – это индийское слово, и на языке маратхи оно значит «игровое поле». Хотя в 21 веке оно разлетелось по миру с украинским значением. И пусть в трущобах вместо клюшек для крикета, посмотрите, часто используют доски, а поле размечают булыжниками, эти ребята играют здесь все свободное время. Трущоба до Рави – это реально как в песне, здесь даже солнце не видно. Стас. Да, я тут. И я тут. Да, привет, дружище. Привет. Вот, но, тем не менее, ребята здесь живут очень веселые. Как Камран и Сига. Два моих приятеля, которые ведут меня по закоулкам-дорам. Удивительное дело, ребята. В таких самых бедных местах на планете я всегда встречаю самых счастливых детей. Самых дружелюбных, которые пробегают, хотят сфотографироваться, улыбаются, смеются, обычно играют большой компанией. Такое ощущение, что у этих детей все в порядке и все идеально. Посмотрите, просто, посмотрите. Не смотри, тут ни одного плачущего ребенка. Парадокс. Вот, посмотрите, квартира в самых глубинах до Рави. Отделана, ну, типа мрамором. Вот здесь вот вся обходная группа. Дверь, смотрите, какая. Смотрите, какая дверь, прям резная, очень красивая дверь. Внутри все плиточкой сделано. Все очень тоже красиво, аккуратно. Здесь даже такой модный холодильник. Ну, внутри, в принципе, довольно много продуктов. Смотрите, зеркало какое огромное, тоже красивое. Телевизор даже висит. Конечно, места здесь практически нет. То есть вот это прихожая, и вон там такая вот кухонька. Это все, что здесь есть. Больше никакого пространства нет. То есть люди спят вот здесь прямо в прихожей по вечерам. Сколько людей в твоей семье? Сколько в твоей семье людей? Пять. Пять человек здесь живет. Белье сушится тут под потолком. Нижнее отдельно. Посмотрите, как аккуратно расставлена посуда и развешаны школьные портфели. И вы берете воду. Воду? Пить хочешь? Да, я просто хочу увидеть. Вот вода. Вот вода. А где вы ее берете? Труба. Труба? А где она? Там. Покажи. То есть вот смотрите, вот труба здесь, вот труба тоже здесь. Воду просто перед входом набирают в этих трущобах и дома на ней готовят, ее пьют. Качество этой воды – это, конечно, отдельный разговор. А теперь, ребята, я хочу показать вам такую часть трущоб, которую вы точно не ожидали увидеть. На входе нужно, конечно же, разуться. Просто посмотрите, это тоже дом в Доране. Смотрите, как здорово сделано. Здесь вентилятор, нужно быть аккуратным, не махать руками. Посмотрите, стены с такими красивыми обоями, огромный телевизор. Ого, сколько виски! Вы любите виски? Да, люблю. Я работаю моряком. Да? Мы оба моряки. Валантайс, Чилос, Капитан Морган – все, что ты хочешь. А это настоящее или… Конечно, все оригинальное. Хочешь – посмотри сам. Мраморная плитка здесь. Очень роскошная. Окно просто, посмотрите, какое шикарное окно, все расписное. Да, за окном вид, конечно, на стену и на трусы. Но само окно, смотрите, какое классное. Просто шикарное. Кондиционер даже сверху есть. То есть все для комфортной жизни. Страшные снаружи трущобные домики довольно часто изнутри вполне хороши. Хозяина зовут Провинчо Ван. Он показывает, какую шикарную подсветку сделал на кухне. Причем все своими руками, никакой икеи тут нет. В 1947 году мой отец приехал в Бомбе и поселился здесь. Глянь, у меня есть туалет. Провинчо Ван показывает реально свою гордость. Есть личный туалет, который он смог впихнуть в трущобную хибару. И сделать даже душевую кабину. Слив, конечно, просто на улицу, но что поделать. Посмотрите, какой классный холодильник. Провинчо Ван и его сын работают моряками. Девять месяцев я на борту. Десять месяцев в море. А потом шесть месяцев дома. Обратно на два месяца. Два месяца дома. Какая у тебя зарплата? Да. Зарплата? Я получаю 1600 долларов. 1600 долларов в месяц? Да, в месяц. А почему ты остаешься жить в Дарави? Почему не переедешь в другой район Мумбаи? Потому что здесь жил мой отец. И те, кто до него жили в Дарави. Поэтому я люблю Дарави. Но ты хочешь уехать из Дарави или остаться тут? Нет, только остаться здесь. Но Дарави – это трущобы. Да, очень большие трущобы. Наши Дарави. И тебе нравятся? Самые большие трущобы. Дарави. И вам нравится жить в трущобы. Почему? Тут своя культура. Очень хорошая. Все религии и люди вместе. Вот так. Ребята заводят меня куда-то вглубь Дарави. Здесь уже вообще непонятная паутина дорог. Я уже даже не очень понимаю, где именно я нахожусь и как найти дорогу обратную. Многие переулки Дарави такие узкие, что ощущение, будто идешь в каком-то страшном подземелье. Кое-где даже днем передвигаться можно только с фонариком. Вот это, чтобы вы понимали, не какой-то коридор. Это улица. Просто обычная улица. Вот там надо мной просвет неба. При этом ночью она никак не освещена. На некоторых улицах, вот, например, как на этой, просвета неба нет вообще никакого. Посмотрите, дома буквально срослись друг с другом. То есть света никакого нет. Вот здесь живут люди уже. Темнота полная. Почему идешь? То есть какая поверхность? Вообще непонятно. При этом есть закутки. Вот здесь вы, наверное, даже на камеру не увидите. Но слева и справа от меня другие улицы. Это перекресток только что я прошел. Это было супер-бандитское место. Войны между бандами. Люди из другого квартала не могли заходить в этот квартал. А из этого квартала ходить в тот. Были огромные зарубы. Люди носили с собой топоры, дубинки, металлические прутья. И просто избивали людей. Не всех людей, но если ты с ними поспоришь, они просто уроют тебя. Мы с Допдэдди идем на встречу с другими галли-рэперами. Я обещал рассказать, что это за музыка такая. Вот где я иду. Это и есть галли. Это узкий проход. Ты каешь. Это то, как устроены наши районы. Ты идешь по узенькой улочке. Справа и слева дома. Люди протискиваются. Это стало явлением. Смесью культур. Галли – это когда люди живут вместе. И если какой-то геморг, к тебе приходят другие и поддерживают тебя. И в то же время все на тебя срали. Галли на мумбайском сленге – это узкая улица в трущобах, на которых эти ребята провели все свое детство. Галли-рэп – это уличная музыка. Она звучит совсем не так, как треки в Болливуде или мейнстримная музыка. Это голос улиц. Если копать глубже, то я вообще бы сказал, что это голос трущоб. Это звук слума. У нас тут настоящий бум галли-рэпа. Молодые парни из трущоб начинают выпускать треки. Их вдохновляют другие рэперы. И они уже не боятся несутся, как раньше. И знаешь, они начали хорошо зарабатывать, рубят уже внушительные бабки. Еще недавно предки были против того, чтобы их детки читали рэп. Говорили, что на этом не заработали, что надо получить профессию, найти работу. Но сейчас люди поняли, что это не так. Они смотрят на других, кто чего-то добился в рэпе. Видят, что парни из трущоб начинают рубить реальную капусту. И всех это вдохновляет. Мы едем в то место, в Дараве, где появился индийский хип-хоп. Под этим деревом. Да. Именно здесь мы начали читать. И мы начали хип-хоп в Дараве. Мы тут зависали, писали тексты, снимали первые клипы, снимали ролики. Куча говна тут творилось, много разных дел. Мы делали дела, сидя под этим деревом. Несмотря на то, что у ребят уже большие бюджеты и огромная аудитория, свои клипы они продолжают записывать в Дараве. И многие даже продолжают здесь жить. Когда все это хип-хоп движение тут началось, мы в те времена просто встречались на улице, начинали читать друг другу. Мы натягивали мешковатые штаны и всю эту хип-хоп одежду. И люди смотрели на нас, и им это очень не нравилось. Что за такие чуваки в странной одежде? Что они там бубнят? Но позже нас начали узнавать, когда мы стали выпускать клипы, и многое начало меняться. Детвора смотрела на нас, вдохновлялась нами. Рэперов становилось все больше. И тут многое начало меняться. Многие подростки пошли не по кривой дорожке, а стали частью хип-хоп-культуры. Мы частью хип-хоп-культуры. И многие люди, понимаете, выбирают свои собственные... Кто-то занялся битбоксом, кто-то читает, кто-то рисует граффити, танцует и так далее. Ди-джей. Ди-джей. Как начала расти наша культура? Пау-пау-пау. Что это дела, старик? Это наш район. Это наш крик. Мы тут читаем рэп. Это Лил Лайп из Бумбаи. Можешь меня найти в любое время в Трущобах-Дараве. А это бит-сли и санк-бан-тай. Е-е-е-е. Чик-чик-чик. Пау-пау-пау. Yeah, I gotta keep it trilly on my soul. I'm the most of this person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a cup of carrots on my neck. So for Spanish image. I'm a young OG boy. Индийская вода. Индийская вода. Индийская вода? Вы хотите дать мне индийскую воду? Это какой-то алкоголь? Какой-то алкоголь? Это кокосовый. Кокосовый алкоголь. Это не алкоголь. Это освежающий напиток. Но он с алкоголем или нет? Да, он с алкоголем. Я хочу это понюхать. Понюхать. Чувак, это не пепси. Открой. Не пепси. Это не алкоголь. Это не алкоголь. Это не алкоголь. Это не алкоголь. Да, это крепко. Это крепко. Окей. Дайте мне. У вас есть стакан или что-то такое? Я хочу попробовать. Хватит. Хватит. Все. Ребята, это настоящий алкоголь мумбайских трущоб. Как он называется? Хватит. 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 Это кокосовый самогон. Настоящая брага мумбайских трущоб. Да? Ну все, я не выпью. Я не пью все. Нет, нет, нет. Алькоголь. Даже запах. Я не буду это нюхать. Он мне советует не нюхать даже. Не нюхать, не нюхать, пожалуйста. Классно же. Классно. Классно. По вкусу это лучше, ребята, чем по запаху. Нет, нет, нет. Больше. Нет, нет, нет. Это сладенько, но это крепенько. Но сладенько. Не знаю потом, что будет с моим дном. И вообще со мной. Как это еще раз называется? Кали-кали. 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 В общем, берегитесь кали. А? Допивай до дна. А, допить надо? Допивай до дна. Допивай до дна. Окей? Допивай до дна. Только когда выпьешь, отпустим. Мужик говорит, что я могу вернуть ему только пустой бокал. Иначе меня отсюда не выпустят. А, а. Ну и то, что ты пьешь, это я понимаю. А, ем пивай. Ой, ем мое. Ем пивай. Не пивай, не пивай. Добавляй. 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 А, брата. А, слушай. Окей. Теперь мы братья. А. Возможно по туалету. Это самый знаменитый мумбайский пляж. Называется Чоу Пати. Вообще-то купаться здесь строго запрещено. Потому что вода в прибрежных водах около Мумбаи реально отравлена. Просто даже посмотрите на сам этот пляж, да? Он не похож на обычную зону около моря. То есть здесь просто мусор, какая-то грязь, какие-то стоки, идущие прямо к воде. Туристы, конечно же, здесь не купаются. Мумбайцы тоже не то, чтобы купаются. Но по вечерам приходят сюда помыть ноги. Но у молодежи и у жителей трущоб этот пляж известен еще одним фактом. Дело в том, что в трущобах, как вы видели, места мало. Спят все в одной комнате и вообще не развернутся. Ну и, в общем, никакой приватности, как вы понимаете. Поэтому жители трущоб приходят сюда, чтобы заняться любовью. Поэтому на этом пляже после заката очень часто можно встретить парочки. Вообще поиск места для уединения одна из самых острых тем для жителей трущоб Мумбаи. Только здесь вы можете увидеть, как это делают вот так, прикрывшись зонтиками. Причем даже в недождливую погоду, смотрите, укрываются только парочки. Или вот так, под широким шарфом, да даже верхом на байке. Кстати, этих ребят в итоге задержали. Как и вот эту парочку. Вон прямо за ними подъезжает машина полиции. Молодая пара была снята во время занятия любовью прямо на улице в Мумбаи. Горячая парочка остановилась лишь, когда заметила приближение полицейского патруля. Это видео стало вирусным в интернете. Еще одно, скажем так, место для свиданий – вот это набережная. Это Marina Drive. Самое европейское, что ли, место Мумбаи. Место вечерних прогулок. Очень чистая, ухоженная, красивая. Совсем как будто бы даже не индийская набережная, на которой, вот вы видите, собирается огромное количество людей по вечерам. Район Marina Drive настолько не похож на другую Индию, что реально иногда думаешь, что куда-то телепортировался. Машины здесь не вибикуют. Более того, здесь, смотрите, практически нет пробок. И сюда не пускают рикш. Здесь чисто, здесь очень красиво, светло. Здесь настолько не Индия, что люди даже переходят дорогу на светофор. Это уже просто за пределами понимания. А, не, вот все, все нормально, все, фух. Фух, я думал, уже не в Индии, не, нормально. Ринулись все-таки вот без всякого светофора. Машины подрезают, не дают пройти. Фух, ребят, я думал, что правда может не Индия. Просто обалдеть здесь все только парочками. Отсюда самый красивый вид на закатный и ночной Мумбаи. Вот это, ребята, Бель Пури. Одно из самых популярных в Мумбаи блюд. Найти его вообще можно только здесь, на пляже, на набережной около Марины Драйв. Бель Пури – это рис, щедро политый лимонными и различными соусами. Сверху его еще посыпают хлебной панировкой. Иногда добавляют орехи и бобы, зелень и немножко овощей. Самое пикантное в этом всем то, что есть это все надо прямо на земле, на ковре. Который, конечно, подметают время от времени, но ходят по нему местные уборщики теми же самыми ногами, которыми ходят потом по земле. Поэтому, ну, с чеснотой так себе. Едят обычно руками, но мне, как иностранцу, дали ложечку. Уж простите, я съем ложку. Очень хрустящий. Вкусный. Кстати, соусы здесь интересные. Они кисло-сладкие, почти не острые. Это довольно вкусно. Не знаю, насколько это безопасно с санитарной точки зрения. Опять же. Это неплохо. Посмотрите просто, там внутри какая рассыпчатая структура. Рис просто рассыпается в соусе, не слившийся. Ммм. Ммм. Это вкусно. Когда я приехал в Индию, друзья сказали мне три основных правила, чтобы питаться в Индии, в том числе в стритфуде, и не умереть. Первое. Как можно чаще мыть руки или пользоваться санитайзером. Это вообще правило везде полезно. Но здесь в Индии особенно, потому что едят здесь очень часто руками. Второе. Ни в коем случае не пить ту воду, которая стоит в ресторанах на столе. Это вообще-то питьевая вода, но не для иностранцев. Просто поверьте. И третье. Есть только то, что приготовлено при тебе. Причем как-нибудь терминческим образом обработано. Либо поджарено, либо сварено, либо как-то запарено. Тогда там точно нет микробов. А травиться несвежей едой здесь практически невозможно. Дело в том, что еда – это настоящая религия для индусов. Особенно уличная еда. Большинство торговцев вот в таких ларьках готовят здесь еду десятилетиями. Унаследовали свой ларек еще от отца, а тот от своего отца. Поэтому они очень дорожат своим именем и очень дорожат своими клиентами. Поэтому еда там всегда свежая, всегда, что называется, из-под ножа. Другое дело, что нож может быть не до конца чистым и руки тоже. Вот мужик выставил фотографию своего отца, который основал его лавку с мороженым. Сколько лет вы владеете этим бизнесом? Сколько лет? С 1937 года. 90 лет назад. Ну, еще не 90. Ну, 80 с лишним лет назад. Да. И все эти почти 90 лет эта семья делает исключительно два вида мороженого – манговое и мороженое масало со специей. Вообще-то, ребят, я не большой любитель мороженого, но просто захотелось попробовать мороженое в ларьке, где его готовят уже почти 90 лет. Это манговое, домашнее. Очень-очень кремовое, жирное, сладкое. Впрочем, это все то, из-за чего я не люблю мороженое, из-за того, что оно очень жирное и сладкое. Давайте попробуем второе – это масало мороженое. То есть мороженое с разными индийскими специями. По вкусу как замороженная мягкая нежная сгущенка, вареная. Кто ел в детстве вареную сгущенку, сам варил и потом ел, напишите в комментариях. Вот это по вкусу, прям захотелось еще из детства прям, по вкусу как та самая вареная сгущенка, только замороженная. Замороженная. И такая прям нежная, кремовая. Ммм. Ммм. Класс. Вкус детства. Таких забегаловок с многолетней историей, иногда более чем вековой, вы в Индии встретите массу. И поверьте, репутация – это то, чем их владельцы очень дорожат. Поэтому предубеждения об опасности индийской еды в санитарном плане не всегда обоснованы. Об индийской кухне мы еще сделаем отдельный выпуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотрите, там, за этим забором, начинается территория Парси в Мумбаи. И заходить туда категорически запрещено. Парси – самая загадочная и закрытая община Мумбаи. Они живут в так называемых «буксах», по сути, обоснованных колониях внутри города. Это потомки персов, сбежавших с территории нынешнего Ирана из-за гонений арабов. Они исповедуют коренную для Ирана религию – зороастризм. Парси оказали огромное влияние на Индию. Скажем, крупнейшую индийскую компанию, Тата, основал Парси, Джимшаджи Тата, которого еще называют «отцом индийской промышленности». Парси являются и многие индийские миллиардеры. Ну, а самый знаменитый в мире Парси – это лидер группы Queen – Фредди Меркури. Правда, он из Ланзибара, не из Индии. Вот это знаменитые висячие сады Мумбаи – одно из самых приятных мест города. Тихое, спокойное. Вон там, вон, из-за пальм видны высотки. И это место чем-то напоминает центральный парк в Нью-Йорке. Ну, чем-то напоминает, конечно, не сто процентов. Но история появления этого места довольно шокирующая. Недалеко отсюда, вот так вот метрах в семистах, находится так называемая башня молчания зороастрийцев. Дело в том, что зороастрийцы не закапывают и не сжигают тела умерших, а оставляют их на съедение собакам или птицам. Вот в таких башнях молчания. А потом то, что остается, они сбрасывали в болото, которое как раз и находилось на вот этой самой территории. И в конце 19 века болото превратилось в такую зловонную жижу, что было принято решение разбить здесь парк, болото полностью осушить, чтобы сюда уже нельзя было сбрасывать тела умерших людей. Надо сказать, что и башню молчания тоже теперь закрыли, и туда приносить умерших запрещено. Но, как вы понимаете, во-первых, зороастрийская диаспора в городе осталась, она большая. И во-вторых, зороастрийцы как умирали, так и продолжают умирать. И как хоронили, так и продолжают хоронить. Только нашли для этого другое место. С левой стороны от нас находятся три башни молчания. Это закрытая полностью частная территория. На этой территории живут парси, последователи Заратустры. Они считаются неприкасаемыми четыре стихии. Огонь, земля, вода и воздух. То есть своих покойников они не могут ни закопать, ни отправить в плавание, ни развеять по ветру прах, и не могут их сжечь. Что же они делают? Сверху на этих башнях они ставят своих покойников, их съедают дикие птицы. Здесь недалеко у меня была собственность, снимала квартиру моя подруга. У нее была частенько такая история, что она сидит на балконе, пьет кофе, курит. И здесь ворона приносит глаз. Да ладно? Прям реально человеческий глаз? Да, это центр города. То есть вот на тех крышах реально покойников просто складывают и сидят птицы? Да. А туда можно подняться? Нет. Это полностью закрытая частная территория, никуда туда не впускают. То есть там прям все очень-очень строго. То есть здесь тоже стоимость жилья около 40-50 миллионов. И вот ты сидишь, пьешь кофе на балконе в квартире за 40 миллионов, и тут тебе человеческий глаз падает по ноге. Погнали? Жесть. Погнали, да. Погнали. 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 Это количество людей, которые умеют читать и писать, которые умеют разговаривать. Hello. Да, привет. Ты блогер? Я снимаю для YouTube. Можно фото? Я. Да, но через пару секунд. Так вот, масса программ. Видите, даже уже многие молодые люди умеют говорить по-английски, хотя еще 15 лет назад было не так. Вот показательная монетка, которая просто говорит об уровне знания математики в стране. Смотрите, это 2 рупии. Так вот, многие не знают цифру 2 в Индии, и поэтому здесь изображение руки с двумя пальцами. Так понятнее. Такие монетки начали выпускать в 2007 году и недавно закончили. Вообще, индийские власти инвестируют огромные деньги в строительство школ и изменение бытового поведения индийцев, которое иностранца иногда может шокировать. У них стандарты красоты другие. Культура немножко ниже личной гены, что такое дефиляция, что такое там умыться, подмыться и так далее. Могут с этим возникать проблемы. Ну, то есть, в смысле, волосатые ноги перемещают, да, и все такое? Вообще все. Маникюр, педикюр, ноги, руки. Даже внедрение банальных гигиенических салфеток для женщин потребовало огромных усилий. Ситуацию тотально изменил простой мужик из индийской глубинки со сложным именем Аруна Чалам Муруга Нантем, который изобрел машинку для производства прокладок на дому. И она так изменила жизнь Индии и в прямом смысле спасла столько жизней, что журнал «Тайм» в 2014 году внес Аруна Чалама в список 100 самых влиятельных людей мира. На родине его считают реально супергероем. И о нем даже снят очень смешной и милый фильм в Голливуде «Пэдмен», что можно перевести как «Человек-прокладка». В Америке есть Супермен, есть Человек-летучая мышь, есть Человек-паук, а в Индии есть Человек-прокладка. На территории Мумбаи есть такой специфический, скажем так, квартал «Красных фонарей», где ты можешь обеспечить себе досуг за 10 рублей. За 10 рублей? Ну это что-то совсем… Они наполовину лежат и разваливают соседи леса. Чего? Да, то есть они уже почти умирают, ими пользуются. Они в ужасном состоянии, стоимость досуг – 10 рублей. Не час, а просто вот сколько тебе надо. Подробнее об этом квартале ребята опять же у нас в телеге. Тут забанят. Усыпальница Хаджи Али в Мумбаи – одно из главных мест паломничества индийских мусульман. Мечеть-усыпальница находится на небольшом острове, попасть на который пешком можно только во время отлива. Вообще Хаджи Али считается одним из основных проповедников ислама в Индии. Он умер здесь, в Мумбаи, в 15 веке. Полное имя его – Хаджи Али Шахт Бухари. Или Хаджи Али Шахт Бухарский. Вообще бухарские, самаркандские, то есть по нынешним меркам узбекские проповедники сыграли огромнейшую роль в продвижении исламских идей здесь, в Индии. И не только исламских идей, надо сказать. Ну, например, жареный рис с овощами. Здесь, в Индии, называется плау. Ну, то есть, как плов в Узбекистане. Тушеная баранина. Называется гошт. Точно так же, как это же самое блюдо в Узбекистане. Или, например, хлебные такие треугольнички, которые здесь, в Индии, начиняют картошкой со специями и жарят. Называется самоса. Ну, точно, как самса. Слово, если вы еще не посмотрели наш выпуск про узбекскую кухню, очень вам рекомендую. Ой, ребята, ой, ой, не знаю, не знаю, надо ли было это делать. Ай, он копается у меня в ухе, пытается оттуда что-то достать. Это один из самых частых разводов, которые вы будете встречать в Индии. Люди подходят и предлагают вам почистить уши. Короче, у парней, видите, смотрите, зубочисточки, такие ваточки, здесь везде они вокруг. Аккуратно, be careful with that, be careful with that. И они ко всем подходят, говорят, давай мы тебе уши почистим. Дело в том, что индийцы невероятно чистоплотные, хотя со стороны кому-то может показаться, что это не так. И деревенских жителей, приезжающих в большой город, убеждают, что у них грязные уши. Чёрт убери, чёрт убери, после этого надо будет, наверное, сходить к уху-горлу-носу. Он что-то оттуда достал. Так, всё, всё, хватит. Мне кажется, хватит. Эти умельцы умудряются сначала незаметно подсунуть вам в ухо какую-то грязь, а потом её оттуда доставать с важным видом, разводя вас на всё большие деньги. Мол, ухо надо было чистить. Мой друг Васи решил попробовать это всё на себе. Алло? А, алло. Алло, алло. Васин, ты делаешь, что ли, массаж, что ли? Я не знаю. Ощущения довольно странные, я хочу сказать. Такие, но, кстати, нет, это неприятно. Это, в принципе, скорее приятно, чем неприятно, если не смотреть как бы всё, что происходит вокруг. Причём вокруг грязь несусветная. И сам этот специалист выглядит так, что после его процедур ещё раз хочется почиститься. Васин, я не хочу тебя пугать, но у него под ногами столько грязи. Мужик, конечно, не хочет, чтобы я его снимал, чтобы не показал, как он засовывает грязь в ухо, чтобы потом её там найти. Впрочем, делает он это так искусно, что и не заметишь. В общем, пришёл ещё один специалист. Они тут целый медицинский консилиум развели вокруг ушей. Таких докторов в округе огромное количество. Просто какая-то ушная клиника на помойке. Вот, посмотрите, пришёл и третий врач, и, засунув фонарик в рот, продолжает копаться в ушах, постоянно доставая оттуда просто горы как бы серые. Возможно, что после этого уши у Васи отвянут полностью. Эти доктора показывают даже блокноты с отзывами восторженных клиентов, среди которых, на удивление, много иностранцев. Но, пожалуйста, ребята, не делайте этого. Это просто развод и обман. А Васе потом пришлось идти уже к настоящему ушному доктору. Друзья, Индия – это страна, о которой можно рассказывать бесконечно. У меня осталась масса отснятого материала, который пока никуда не вошёл. Например, как тут в Ганге намывают золото. Название этого города переводится как «Врата к Богу». Очень многие индийцы приезжают именно сюда, чтобы бросить прах своего умершего родственника, кремированного уже в реку. И, соответственно, все вот эти люди пытаются найти, был ли в этом прахе, я не знаю, какое-нибудь золотое колечко, серёжка или что-нибудь ещё, что осталось на дне. Кроме того, смотрите, вот все эти статуи – это тоже, по сути, похороненные в Ганге боги. Когда статуя в храме ломается, на ней появляется какой-нибудь скол или что-нибудь ещё, то это божество считается как будто бы умершим, и его тоже нужно похоронить в Ганге. Как индийцы хранят имена своих предков? Вот в таких огромных книгах, которые содержатся в специальном архиве. И можно прийти и узнать, как звали твоего пра-пра-пра-пра-прадеда, кто его дети и вообще, где все твои родственники. Книжка такая довольно увесистая. Да, довольно увесистая. Представьте себе, вот здесь вот, информация за 250, за 300 ли. Вот она тяжеленная вообще. Индия – это страна с древнейшей и, главное, сохранившейся и живой культурой, с красивейшей природой и невероятными людьми, о которых я ещё обязательно буду рассказывать. Так что подписывайтесь, отвечаю на все вопросы в комментариях, ну и буду рад вашим лайкам. А мы уже погнали дальше. Понимаешь, ты едешь везде и берёшь с собой себя, свои страхи и переживания. Если ты любишь себя, то мир себя тоже любит. Потому что мир – это зеркало, ты – это мир. Ты – это зеркало. И всё, что ты испытываешь, чувствуешь внутри, ты получишь снаружи. Тебя будут либо любить, либо ненавидеть. Либо что-нибудь ещё. Понимаешь, больше, больше. Важно, больше. Очень много. Давай. Продолжение следует...